Русская пунктуация Если мы собирались именно сегодня пойти всей семьей или с друзьями в поход, то, скорее всего, эта информация нас расстроит. И мы захотим добавить, к сожалению, сегодня будет дождь. А если эту информацию говорит фермер, и именно от этого дождя зависит урожай и его будущее, тогда, я думаю, его эмоции будут совсем другими. И он скажет, к счастью, сегодня будет дождь, и мой урожай будет спасен и сохранен. Мы можем предчувствовать наступление дождя по состоянию природы, и тогда мы скажем, кажется, сегодня будет дождь. Либо, напротив, у нас есть точные сведения о том, что именно сегодня будет дождь. Предположим, по сообщениям синоптиков, сегодня будет дождь. И вы уже догадались, какая тема сегодняшнего урока. Мы будем говорить о вводных словах, с помощью которых говорящий добавляет свою информацию, свои эмоции, источник сообщения. Итак, сегодня на уроке мы узнаем, какие смысловые группы существуют вводных слов. Конечно же, мы научимся находить их в предложении и обособлять, и узнаем, как отличить вводные слова от членов предложения. Существует девять групп вводных слов, но мы сегодня будем говорить о самых часто употребляемых. Конечно же, что мы хотим сделать в первую очередь? Высказать свои чувства по отношению к тому, что мы произносим. Чувства могут быть положительные, и тогда мы говорим к счастью, к удовольствию, к моей радости, к твоей радости. Или, напротив, информация может вызывать у нас неприятные чувства, и мы будем говорить к несчастью, к сожалению, к досаде, и, может быть, даже к ужасу. Мы можем удивляться, и тогда добавляем такие слова, как удивление, удивительное дело, странно, или опасаться. Для этого нам нужны следующие вводные слова. Не ровен час, чего доброго, не дай бог, того и гляди. Я предлагаю вам попрактиковать свои умения выражать различные чувства по отношению к информации. Информация. Василий прибыл на дистанцию первым. Но она может быть абсолютно разной. Предположим, Василий наш лучший друг, и мы искренне за него болели. И тогда мы скажем, к счастью, Василий прибыл на дистанцию первым. Или, напротив, Василий может быть нашим соперником, и, скорее всего, мы расстроимся. Мы скажем, к сожалению, Василий прибыл на дистанцию первым. Или, когда к моей досаде именно Василий прибыл, а не я первым на дистанцию. Обратите внимание, что мы обязательно обособляем вводные слова. А вы помните, что обособление – это выделение запятыми с двух сторон. А Василий мог совершенно неожиданно совершить такой подвиг спортивный. И мы удивимся, мы скажем, к удивлению, к всеобщему удивлению. Василий прибыл на дистанцию первым. Итак, вводные слова нам нужны для того, чтобы выражать свои чувства по отношению к произносимой информации. Где мы еще можем применять вводные слова? Например, мы можем выражать различную степень уверенности или неуверенности. Мы можем быть абсолютно уверены в том, что произносим. Мы скажем бесспорно, конечно, несомненно, разумеется. Либо, напротив, быть не очень уверенным в том, о чем мы говорим. И тогда мы скажем, наверное, возможно, может быть, кажется. Еще вводные слова очень хорошо помогают нам организовать свою речь. Для того, чтобы правильно выстроить последовательность своей мысли, мы употребляем такие слова. Во-первых, во-вторых, в-третьих, и для подведения итога, и так, таким образом. Следовательно, для того, чтобы вывести причинно-следственные связи. Очень хорошо помогают вводные слова для того, чтобы рассказать, откуда нам известна информация, представить наш источник сообщения. Это может быть наше собственное мнение. Мы скажем по-моему, по-нашему, или по-вашему, если хотим уточнить. Это могут быть не совсем достоверные источники информации. Говорят по слухам, по словам. Но это могут быть и очень авторитетные источники информации. И тогда нам нужно добавить по мнению ученых, по словам авторитетов и так далее. Еще раз повторяю, разрядов вводных слов девять. Мы не будем сейчас останавливаться на всех разрядах смысловых, но я вам очень настоятельно рекомендую обязательно выучить все вводные слова. Для чего? Очень часто в качестве вводных слов используются частицы. Например, вот представлены на доске слова «ловушки». Здесь нет вводных слов. Но, к сожалению, на письме их можно очень часто перепутать. Для этого нам и нужно очень точно знать круг вводных слов. Ну вот давайте посмотрим на примере. Смотрите, по распоряжению врача больной был посажен на строгую диету. По словам моей бабушки, мне нужно больше есть. Кажется, что синтаксические конструкции очень похожи. То есть откуда эта информация и что нужно делать. Все связано с питанием. Но на самом деле не только в одном из этих предложений есть вводное слово. Вы догадаетесь в каком? Все верно. Это во втором предложении. Только в этом предложении мы поставим запятую. Потому что здесь источник сообщения, информации. Почему мне нужно много есть? Больше есть. Кто это сказал? По словам моей бабушки. А в первом предложении по распоряжению врача, больной был посажен на строгую диету, вводного слова нет. Для этого нам и нужно знать, какие слова могут быть вводными, а какие не могут. Кроме этого, даже когда вы выучите хорошо все вводные слова, вы все равно должны будете их отличать от членов предложения. И сейчас я хочу вам предложить алгоритм. Как можно легко их отличать? На примере двух предложений. Человек стремится к счастью. Человек к счастью не стремится к войне. И в первом, и во втором предложении мы видим одинаковое слово «к счастью». Но только в одном случае оно является вводным. Первое. Вводное слово, запоминайте, можно всегда без потери смысла изъять из предложения. То есть убираем слово «к счастью» в первом предложении. Человек стремится. Смысл утерян. Не так ли? А во втором предложении человек не стремится к войне. Таким образом, только во втором предложении у нас есть вводное слово. Его мы будем обособлять. И еще. Если мы можем задать вопрос, смотрите, человек стремится к чему? К счастью. В таком случае слово «к счастью» будет являться дополнением. И оно, соответственно, не будет обособляться. Нет никаких причин. В то время как вводным словам мы вопросов задать не можем. Это второй способ проверки. А сейчас я предлагаю вам самостоятельно найти, в каком из этих двух предложений есть вводное слово. Я думаю, вы без труда справились с этим заданием. Конечно. Итак, первый способ проверки. Помните, мы можем изъять вводное слово. В каком предложении мы без потери смысла убираем вводное слово? Я его где-то видела. Смысл предложения сохраняется. В то время как во втором предложении мне все это очень подозрительным, логика предложения сразу же рушится, если мы забираем это слово. Значит, у нас вводное слово есть только в первом предложении. А во втором же предложении слово «кажется» у нас будет частью составного именного сказымова. Еще пара предложений для того, чтобы закрепить. И вы абсолютно правы. Действительно, давайте проверим. В первом предложении, первый, помним пункт, убираем слово. Удостоверение до конца года. Не хватает информации в предложении. Предложение теряет свою логику. В то время как во втором предложении мы можем убрать. С этого холма открывается самый лучший вид. И есть еще одна тонкость. Я вам сейчас ее подскажу. Во-первых, мы помним, что мы можем задавать вопросы именно к тем словам, которые являются членами предложения. А еще вводные слова очень часто можно заменить синонимичными словами из их смыслового ряда. Например, я могу сказать. С этого холма, без всякого сомнения, открывался самый лучший вид. И мы видим, что предложение у нас абсолютно не теряет своего смысла. Ну и для закрепления все-таки еще одно предложение, чтобы вы точно были уверены, что вы справляетесь с этим заданием. Еще пара. И вы абсолютно правы. Я рада, что это задание для вас оказалось легким. Конечно же, в первом предложении мы можем убрать вводное слово из предложения или заменить его другим, синонимичным. Давайте попробуем. В следующем месяце я, может быть, уеду отдыхать. В следующем месяце я, вероятно, скорее всего, уеду отдыхать. В то время как во втором предложении мы, во-первых, можем задать вопрос. Это стало каково? Возможно. А во-вторых, мы не можем убрать это слово, иначе у нас потеряется весь смысл предложения. Давайте проверим. Это стало благодаря согласованным действиям пожарной команды. Согласитесь, смысл утерян. Я хочу обратить ваше внимание именно на постановку знаков припинания в нескольких вводных словах. Слово «однако» не всегда легко найти. Давайте посмотрим, в чем его особенность. Смотрите, если слово «однако» у нас используется как вводное слово, оно будет стоять либо в середине предложения, либо в конце. Посмотрим, понаблюдаем. Дождь «однако» шел уже вторую неделю. В данном случае вводное слово стоит в середине предложения и обособляется с двух сторон, как любое вводное слово. Ну, или вот в следующем предложении. Как я его ловко провел? «Однако». Если же перед нами союз «однако», мы его всегда можем заменить союзом «но». И оно будет стоять в начале предложения. Это очень важно. Давайте проверим. Однако люди не хотели верить в его добрые намерения. Заменяем союзом «но». Но люди не хотели верить в его добрые намерения. Я предлагаю вам самостоятельно определить в этом предложении, что перед нами «союз» или вводное слово. И я очень рада, что вы не попались на мою уловку, потому что я специально подобрала такое предложение, где формально, «однако» стоит в середине предложения, но все же выполняет роль союза. Именно с него начинается второе простое предложение в составе сложного. Давайте проверим. Мы не надеялись на встречу, но нам повезло. Следующее слово, на которое я хочу обратить внимание, мы о нем говорили на предыдущем уроке. Слово «например», в отличие от слова «однако», является всегда вводным словом. Но не всегда требует обособления. Давайте подумаем. А лучше вспомним из предыдущего урока. Начнем, когда оно у нас обособляется с двух сторон, с этого предложения. Сегодня, например, мы посетили театр. В данном случае слово «например» обособляется с двух сторон. Но вспомните это предложение из предыдущего урока. Многие газы, например, водород, легче воздуха. Посмотрите, после слова «например» нет запятой. Помните почему? Молодцы! Абсолютно верно! Слово «например» входит в часть пояснительной конструкции, которая употребляется как уточняющий член предложения. И когда это слово «водное», например, участвует в подобной конструкции, оно не требует особенного обособления. То есть вторую запятую после него мы не ставим. И очень часто встречаются вот такие синтаксические конструкции. Хочу обратить внимание. Некоторые фрукты могут вызвать аллергии. Например, апельсины, мандарины, ананас, красные ягоды. Что происходит? У нас есть обобщающее слово, некоторые фрукты. И дальше идет ряд однородных членов. Мы знаем, что нужно обязательно между ними ставить двоеточие. И вот тогда, если у нас стоит слово «например» перед двоеточием, то, соответственно, вторую запятую мы ставить не будем. Наблюдаем еще раз за предложением. Некоторые фрукты могут вызвать аллергии, запитая, например, двоеточие. Апельсины, мандарины, ананас, красные ягоды. Я думаю, что мы очень хорошо запомним эти примеры. Итак, подведем итоги. Для чего нам нужны водные слова? Водные слова – это слова или сочетания слов, которые помогают добавить говорящего. Здесь у нас обнаруживается присутствие. Как может говорящий себя обнаружить? Он может высказывать эмоции, говорить о порядке мысли, привлекать внимание, давать оценку тому, что он говорит. Очень важно помнить, мы с вами наблюдали за этим, что водные слова не являются членами предложения. Они не связаны в принципе с предложением, мы не можем задать к ним вопрос. Мы никак их не подчеркиваем. Они являются вставными конструкциями. Опять-таки для чего? Для того, чтобы выразить говорящему свое отношение к информации. И самое главное, на письме мы обязательно вводные слова обособляем, расставляем знаки припинания, а в речи мы интонируем, делаем паузы и понижаем интонацию. Ну и в завершении урока я бы хотела попросить вас добавить вводные слова в следующую фразу. Возможно, кто-то из вас еще сомневается и скажет, по-моему, я хорошо понял тему урока. Но я уверена, что ваши слова были бесспорно, я хорошо понял тему урока, без сомнения я хорошо понял тему урока. И даже, к счастью, я хорошо понял тему урока. А на этом наш урок завершен. Учите русский язык с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин